Судьба государственной компании Эстония Нейр складывается очень непросто. Попытки приватизировать ее не раз проваливались. Хозяева менялись, но экономические показатели оставались печальными или становились все хуже. К тому же авиаперевозки во всем мире переживают сейчас сложные времена, и сведения о банкротстве очередной компании уже не воспринимаются как сенсация. Жесткое давление традиционные авиафирмы испытывают и со стороны бюджетных конкурентов. После провала авантюрного плана очередного руководства государству снова пришлось вмешаться и реприватизировать Эстония Нейр. Этот шаг потребовал очень серьезных инвестиций. У Эстония Нейр практически нет имущества, которое можно было бы продать, но у них есть обязательства – аренда и обслуживание самолетов, выплата заработных плат, реализация полетов. Эстония нашла инвесторов, которые именно готовы вложить деньги в авиакомпанию. Это то, что уже сделано, и это очень хорошая новость. Кризисный план вернул авиакомпанию на землю, вернее, в воздух. В результате экономические показатели улучшились, но пока это означает, что она по-прежнему производит не прибыль, а сплошные убытки. За минувшие полгода они составили 5 миллионов евро, пусть и уменьшились на 18%. К тому же Еврокомиссия должна вынести свой вердикт – соответствует ли оказанная государственная помощь правилам Евросоюза. Поиски частного инвестора велись не один год и, наконец, увенчались успехом. Министр Палу категорически отвергла слухи о том, что за этот счет кто-то резко обогатится, или что после всех перепродаж Эстония вообще лишится национальной авиакомпании. Самолеты Эстония Нейр не являются имуществом, они принадлежат банкам. Неправда, что новый инвестор сможет быстро обогатиться, поскольку получит все самолеты. Наоборот, это для него будет даже проблемой, ведь ему придется платить лизинг за самолеты. Так что речь здесь идет скорее о выгоде для государства. Инвестиционная фирма Инфортар более всего известна тем, что ей принадлежат 36% крупнейшей в Балтии судоходной компании Таллинг, а также такса-фирма и несколько отелей. Все это позволяет рассчитывать на эффект синергии в области туризма. Инфортар хотел бы в итоге стать единственным владельцем Эстония Нейр. Сделка не предполагает движение денег от нового владельца государства, ведь он получит фирму, бюджет которой находится в значительном минусе и деятельность которой поддерживается госсубсидиями. Завтра Эстония Нейры обязан предоставить Еврокомиссии новый бизнес-план. До 31 марта комиссия примет решение. Если план будет одобрен и 25 миллионов евро государственной помощи будут признаны законными, то Инфортар готов стать крупным совладельцем и вложить инвестиции. Пока в активе авиаперевозчика 7 самолетов, 10 пунктов назначения и чартерные рейсы. Владимир Михалков, Александр Сахарович, Соколецкий, Первый Балтийский канал.